Вот люди, живущие с ВИЧ, это люди, которым помощь нужна регулярно, лечение прерывать никаким образом нельзя. С какими проблемами вы столкнулись в вашей деятельности с началом изоляции? Вообще, на самом деле, вся эпидемия, пандемия застала нас совершенно врасплох. Никто был к этому, конечно же, не готов. Вынуждены были переформатировать свою деятельность, потому что возникло много запросов на адресную помощь. Скажите, а вот какой опыт в работе за все это время, вы считаете, для вас оказался самым эффективным? Слушайте, мы столько полезных вещей сделали для организации. Вот расскажите об этом. Если бы не пандемия, мы бы вообще в жизни не созрели для этого. Во-первых, мы апгрейдили свой сайт, кучу онлайн штук туда сделали, покоряли своими прекрасными лекциями и лицами Инстаграм, Ютуб. В состоянии, ай-яй-яй, все пропало, куда бечь? Сколько находились? Я думаю, что первые недели две, наверное, происходило понимание, что вообще делать. Потому что у нас были построены планы за системные изменения. У нас там профилактика ВИЧ-инфекции, профилактика различных социально значимых заболеваний. Это в основном как раз такая системная длительная работа. А тут появились проблемы, которые адресные. То есть, когда приходит конкретный человек или пишет конкретный человек и говорит, «Ребята, у меня все плохо, меня уволили с работы, мне нечего есть». И надо как-то это решить. А еще карантин, а на улице по пропускам мы хотим. И вот эти все вопросы нужно было очень оперативно решать. И вот зависли на пару недель, потом отвисли.